Выполнение норм ГТО в последнее время входит в моду. А золотой знак становится своего рода символом успешности, молодости и здорового образа жизни. Буквально недавно наши ведущие Марина Гесс и Степан Арефьев выполняли нормы ГТО с детьми и очень успешно. Ну а уже в мае наш телеканал запускает новое реалити-шоу под названием «Быстрее, выше, сильнее». Там известные люди города самого разного возраста, включая и 70-летних, будут бегать, прыгать, плавать и отжиматься. Так что лучшие результаты будут отмечены бронзовыми, серебряными и золотыми знаками. Почему ГТО снова входит в моду и как этой моде следовать, спросим у руководителя областной дирекции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Александра Беленкова. Итак, доброе утро. Скажите, пожалуйста, все говорят о том, чтобы выполнить нормы ГТО, надо сделать какие-то пять шагов. Что это за шаги, о чем идет речь? Ну, Павел, смотрите, для того, чтобы стать обладателем знака отличия в идеале золотого, нужно выполнить пять очень простых шагов. Первый шаг – это зайти на сайт gto.ru и пройти регистрацию. Регистрация занимает от двух до трех минут, и там человеку, который решил это сделать, зададут несколько самых простых вопросов. Казалось, его возраста, пола, каких-то спортивных увлечений. Значит, там еще необходимо будет указать свою электронную почту и залить свою фотографию. Я думаю, что здесь нет ничего сложного. Причем для того, чтобы облегчить потом получение всей информации, можно скачать приложение для телефона. И вот этот личный кабинет на сайте gto.ru будет в кармане. И всегда можно посмотреть какую-то информацию, посмотреть все необходимые результаты. То есть первый шаг – регистрация. Регистрация. Второй. Шаг номер два – это получить допуск медицинских работников. Ну, не секрет, что при занятиях физкультуры, при записи в какой-то спортивный клуб всегда просят справку о том, что человек не имеет каких-то противопоказаний по здоровью. И здесь справки бывают двух видов. Индивидуальная, когда можно обратиться в лечебное учреждение по месту работы, учебы, жительства, в какое-то, может быть, частное учреждение. И, значит, врачи могут дать эту справку, либо ее не дать. И существует такая форма, как коллективная заявка, когда группа людей… Ну, то есть, например, от какой-то компании, да? Да, от какой-то компании, но, к сожалению, вот эта форма коллективной заявки действует только в категории обучающейся. И поэтому сотрудники компании, если они уже вышли, так сказать, с учебной скамьи, они этим не смогут воспользоваться. Почему? Потому что, ну, что дошкольные образовательные учреждения, что школы, что вузы, все, значит, пристально следят за здоровьем своих подопечных, и раз в году или несколько раз в год… Да, проходит комплексное обследование. Да, углубленный медосмотр. И врачи, которые с этими детьми работают, они могут спокойно за всю эту информацию. Это второй пункт. Это шаг номер два. Третий. Шаг номер три. Нужно записаться на выполнение норм в любой из центров тестирования. В Челябинской области их 51, и информация об их адресах и телефонах есть во всех открытых источниках. Это шаг номер три. Четвертый шаг – это непосредственное выполнение. Значит… А выполняем-то что? Вот, давайте, вот, вот, что мы выполняем? Значит, на сайте ГТО.ру, либо в мобильном приложении, в разделе «Нормативы» вы смотрите свою возрастную группу, ну, например, я нахожусь в шестой, да, и смотрю, какие необходимо мне выполнить нормативы. Причем, часть из них, обычно четыре, являются обязательными, а остальные, их порядка восьми-девяти, можно выбрать. И для того, чтобы получить золотой знак, нужно мне в моей возрастной группе выполнить восемь норм, для серебра – семь, для бронзы – шесть. И, соответственно, выполнить на те или иные показатели. Тот или иной показатель соответствует тому или иному знаку. И система, значит, считает, и раз в квартал, в конце квартала, если вы уже дошли до золотого знака, она вам этот знак присваивает, и через какое-то время получается приказ, и знак приходит. Если у вас серебро, бронза, то система дает вам возможность дальше выполнять, причем, как любой экзамен, эти нормы можно попробовать пересдать. Сколько угодно раз, главное, ну, чтобы… А можете хотя бы пример сказать, что все-таки делать? Вот смотрите, отжимаем с моей возрастной группой. Да, мне необходимо было из обязательных выполнить тест на гибкость, наклон вперед, пробежать 30 или 60 метров – это спринтерский бег. На скорость? Да, на скорость, пробежать 3 километра на время, и также по выбору выбрать подтягивание, отжимание или рывок гири. Это 4 обязательных. И по выбору есть стрельба из пневматического электронного оружия, плавание, бег на лыжах, кросс-бег по пересеченной местности, метание гранаты, метание различных предметов. Александр, а скажите, пожалуйста, а почему такой интерес вообще сейчас вызван, чем он вызван в выполнении норм ГТО? Мне кажется, вот тот самый интерес, который в последнее время подогревается комплексу, он отражает просто, наверное, повышение интереса в принципе к физической культуре, к активному образу, образу жизни, к активному отдыху. И это один из составляющих. И это, наверное, хорошо. Это здорово, это хорошо, да. Ну что же, у нас сегодня в гостях был руководитель областной дирекции Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Александр Беленков. Ну а наш выпуск продолжают садовые истории. Вот чем тебе тут гибкость проверяешь и силу, между прочим, потому как там надо все делать вовремя. Фитнес, батюшка, фитнес. Итак, садовые истории.